Октагон Это UFC после двух эпических противостояний с Юэлем Ромеро. Сейчас 28-летний боец несет надежды своей страны и намеревается провести защиту титула у себя на родине против опасного молодого льва. Победитель шоу The Ultimate Fighter Келвин Гастелум продолжает вести свой рейд против легенд. Среди его жертв такие имена, как Витер Белфорд, Майкл Биспинг и Жак-Аре Соуза. И в своем первом титульном поединке Келвин намеревается добавить еще одно имя в свой список, когда приедет на вражескую территорию и столкнется с действующим чемпионом. Здравствуйте и добро пожаловать в Inside the Octagon вместе с Джоном и Дэном. И мы здесь для разбора титульного поединка в среднем весе, который пройдет в Австралии на UFC 234. Дэн, это большой бой. Бой за золото. Не могу дождаться. Они были тренерами на шоу в Лас-Вегасе, были в окружении друг друга долгое время и чувствовали эту энергию. Они знали, что им предстоит биться. И очень скоро они, наконец, сойдутся в октагоне. Что думаешь по поводу этого боя? Ну, во-первых, я думаю, что Уитакер выдохнул, когда узнал, что не будет в очередной раз биться с Юэлем Ромеро, потому что последние два года были заняты этим человеком. Это тяжелый оппонент для любого. Он отбился с ним 10 раундов и проделал потрясающую работу в этих поединках. Так что уверен, он с энтузиазмом готовится к другому оппоненту. Гастулум, в свою очередь, продолжает всех удивлять. И это началось с финала ТАФа, где он одолел Юрая Холла. И мало кто ожидал этого, потому что люди только и говорили, что о той вертушке от Юрая Холла. Гастулума рассматривали лишь как ступень для взлета Юрая Холла. Он выдал апсет. Да, у него были проблемы с весогонкой в полусреднем весе. Но с тех пор, как он поднялся в средний, весогонка для него не проблема. Он фокусируется на боях, и он складывает своих оппонентов. Он невероятно мощный. Я, кстати, очень удивлен тому, как он справляется с более габаритными бойцами. Я уверен, что ты об этом еще поговоришь через минуту. И вот, к слову, о разнице в габаритах. Длина рук. Да, Макгрегор превосходит его в риче. Между прочим, обоих. У них у обоих коротковатые руки. Сколько у Макгрегора? 74? Да, 74. Это маловатый рич для среднего веса, и даже для полусреднего, не самый выдающийся. Но в то же время, я уверен, они будут биться на ближней дистанции и пытаться снести друг другу головы. Поэтому, думаю, рич не так важен. У нас есть также интересные статистические данные, Дэн. Давай обратим на них внимание. Вот это, как по мне, стоит отметить высокая защита от тейкдаунов. Но. Почему он так злобно смотрит на меня? Я куда не отойду, он будто мне угрожает. Он будто бы пытается повторить за Диего Санчезом. Взгляд достаточно устрашающий, как и эта статистика. Да, несомненно, вот этот пункт, за каждые 9 ударов, в которые ты попадаешь по нему, он отправляет тебя в нокдаун, по сути. Но с твоей стороны, Джон, наибольшее количество ударов в минуту среди действующих средневесов, это, по сути, объем против силы. И знаешь, я заметил, что мы достаточно часто приходим к такому выводу, когда делаем эти разборы. Один парень бьет много, другой бьет тяжело. Окей, поговорим о Гастелуме. Как мы только что видели, он самый маленький из средневесов UFC. Он очень быстрый, у него очень тяжелый удар, но каким образом он так складывает огромных средневесов, понимаешь? И очень серьезных, высокоуровневых ребят. Дело в том, что когда он пришел в этот вес, все уже знали, что у него тяжелый удар. Они уважали его ударную мощь еще до его перехода в этот вес. Поэтому все, с кем он сталкивался в октагоне, немного остерегались этого фактора. Поэтому он даже был вынужден изменить свой подход, и теперь он пытается выманить более габаритного бойца на себя. Смотри, как он играется передней ногой. Смотри, он подскакивает, затем убирает ногу. Подскакивает, подскакивает, убирает. Иногда он меняет стойки, но главная его цель – это выманить тебя на себя. Это говорит не о том, что, во-первых, у него есть преимущество в скорости, а во-вторых, он чувствует, что у него есть преимущество в ударной мощи. Против Вайдмана мы видим это особенно выраженно. Вот, смотри. Смотри, как он сближается с Вайдманом, чтобы он почувствовал себя некомфортно и пошел первым номером. Также смотри, как активно он работает передней рукой. Он дразнится и пытается нащупать, когда его оппонент пойдет вперед. И вот, он работает в таком ритме, подходит, отпрыгивает, работает передней рукой. Потихоньку продвигается, пытаясь вынудить Вайдмана бросить правую руку, чтобы контратаковать прямой левой. Здесь Вайдман на это не ведется, поэтому Гастелум потихоньку подпирает его к клетке и думает, «Окей, я возьму инициативу на себя. Только глянь на эту скорость». И также, из-за того, что он постоянно пружинит на этой ноге, его оппоненты просто не знают, когда он пойдет вперед. Благодаря этому, ему максимально удобно заходить с прямыми ударами по центру. Против Биспинга был просто клинический финиш, и я думаю, что он вышел на этот бой, зная, чего хочет. Я заметил, что Биспинг немного растягивается, когда машет, раскрывается на своих ударах. И мы видим, как Гастелум опять пружинит. Он заходит, тут же отходит на дистанцию. И вот он опять заходит, выбрасывает левую, вытягивает Биспинга на себя и контратакует. И работает это, потому что Гастелум стоит в широкой стойке. И из-за этой стойки, когда Биспинг бросает правую руку, вместо того, чтобы просто уходить с дистанции, он упирается на заднюю ногу. И это приводит к тому, что удар Биспинга скорее шоркает ему по челюсти. И Гастелум прекрасно знает, что Биспинг заряжается. Кстати, обрати внимание, как близко стоят их ноги. Это стоит заметить. Потому что при таком коротком рича очень важно сближаться на ногах. Поэтому Биспинг уходит от удара и идет с контратакой. Но смотри, Гастелум знает это, и он ждет эту контратаку. Поэтому он перенесет весь свой вес с передней ноги на заднюю, и он сделает это очень здорово. Смотри. Биспинг бьет, он переносит вес и возвращается обратно. И плюс в этом переносе просто очевиден. Смотри, он ушел с линии удара. А посмотри на Биспинга, посмотри, как он растянулся на этот удар. Ему понадобится время, чтобы вернуть эту руку на место. Голова Гастелума вне зоны досягаемости, при этом глянь на его ноги. Ноги максимально близко. Весь вес на задней ноге, поэтому ему нужно лишь сместить вес вперед и зарядиться на тяжелый удар. Именно это и произойдет. Биспинг стоит открытым, готов выхватить удар, приметил, и бум. Потрясающий тайминг. Очень здорово. Но это произошло, потому что он заставил Биспинга подумать, что тот немного не достает. Нужно бить чуть-чуть подлиннее, и я достану. Чуть-чуть промазал, немного раскрой. Чуть-чуть промазал, и бум, контрудар. Гастелум выбирает отличную тактику в этих поединках. Я бы не сказал, его набор навыков достаточно базовый, он действует очень просто, нет ничего необычного. Но то, что он делает, этот ритм он так хорошо уловил, что когда он видит возможность входа, он залетает как молния, и это не только из-за его физической скорости, но также из-за скорости его реакции. И ты сказал, что у него достаточно базовый арсенал, но, как по мне, он невероятно отточил обычную двойку. Несомненно, и, как правило, это все, что ему нужно, он не так часто бьет ногами. Ну, кстати, у него неплохая борьба, об этом мы поговорим через секунду. Но что касается его работы на руках, то он либо вытянет тебя на себя, чтобы поймать тяжелым ударом, сблизится сам благодаря тому, что ноги всегда под ним, и вот яркий пример этого. Это, возможно, немного странно звучит, потому что где ты можешь оставить свои собственные ноги, но... Некоторые бойцы делают это, когда бьют, они так сильно наклоняются во время ударов, что уже не могут вернуться назад. Да, они выходят из равновесия, и из-за этого даже вложиться в удар не могут. Именно, в точку. Гастелум же прекрасно работает в этих сценариях, в своих поединках, и... Мы видим здесь, он выбросит комбинацию из четырех ударов против Белфорта. Так, он выбрасывает удары. С длинного правого хука он начинает комбинацию, левой рукой он не достает. Белфорт, кстати, здесь отлично уходит от этих ударов. Вот, смотри, правый хук. Правый хук он скользь поймал. Левой гастелум не попадает, но он использует свою скорость и подтягивает ноги. Ноги вновь под ним. Так что, когда он бьет эти удары, он всегда подтягивает ноги, они всегда прямо под ним. Иначе такой мощи в его ударах бы просто не было. Это очень важный момент, это нужно отметить. Так ты можешь вкладываться и фокусироваться на своей цели, потому что ты знаешь, что ноги тебя поддержат. И когда он бьется с левосторонними бойцами, он атакует прямо по центру. Против правшей он предпочитает уходить наружу, он немного уклоняется с центральной линии. Кстати, здесь мне кажется, что он ждал ответки от Белфорта, как это было в бою с Биспингом. Мне кажется, что выбросив первую двойку, он даже не ожидал, что чисто попадет ей. Потому что, как видишь, как только они проходят микрофон, так, двойка, смотри, левая рука полностью мажет. Весь вес на передней ноге. И в этой ситуации, как по мне, он берет паузу и ждет, что Виттер будет чем-то отвечать. Он возвращается на позицию, ответа нет, поэтому он бьет вновь длинная правая рука. И бум. Отличная работа. Отталкивается с задней ноги и бьет прямо сквозь оппонента. И также смотри, как он близко к своему оппоненту, он не дает ему пространства. Он этим самым компенсирует недостаток в Ричи. Очень-очень здорово. И также, с его переходом в средний вес, я думаю, многие посмотрели и подумали, ну смотри, он такой маленький. Но затем он начинает так быстро двигаться и так часто бить по тебе, что ты просто думаешь, что тебя бьет не один человек, а целая толпа. В этом весь Гастелум. Он так быстро для этой весовой, что непонятно, где он окажется. Он превосходит скорости своих оппонентов. Уитакер также предпочитает биться в стойке, и теперь у него есть полноценный каталог, его работы, потрясающие финиши, отличные сетапы. Отличнейшая. И большая часть его арсенала идет из традиционных единоборств. Мы часто видим, что в ММА адаптируют стиль муай-тай, и нужно сказать, что он крайне эффективен, поэтому многие бойцы адаптируют именно его. Но что мне особенно нравится в Уитакере, это то, что он многие техники из традиционных единоборств смог адаптировать под свой стиль в ММА. К примеру, эти типы, которые он использовал против Ромеро, он бил их с дальней ноги, вот просто... Давай на секунду прервемся, я буду в роли Ромеро, ты будешь в роли Уитакера, ну или раз мы говорим про этот поединок, я скорее буду в роли Гастелума в левой стойке. Поэтому, если я двигаюсь вперед по прямой, ты можешь без проблем остановить меня этим типом, он бил с дальней ноги. Да, именно в точку. Да, он бил сюда, бил в дальнее бедро, а теперь представь, что Гастелум заряжается на левую руку, Уитакера может остановить его подобным ударом в бедро. Это отличный способ поддерживать дистанцию между собой и оппонентом. И также у него есть еще один козырь. Так, подожди, я поставлю здесь пока на паузу. Козырь в том, что движение, которое он делает, чтобы бить тип с дальней ноги, очень похоже на движение перед хайкиком. Мы уже говорили об этом перед его рематчем с Ромеро, он стоит достаточно развернуто, а следовательно, его ноги вылетают очень быстро. Оппоненты часто этого не видят. Плюс этими типами он давит оппонентов к клетке, и когда они прижимаются к клетке, им необходимо выбрать сторону, в какую будут уходить. Здесь мы видим, как Уитакер придавил Ромеро к клетке, он идет по прямой. Как только его оппоненты понимают, что сзади стена, они вынуждены пойти либо в одну, либо в другую сторону. Куда Ромеро пойдет? Сюда, либо сюда. Это все его опции, потому что назад двигаться некуда, ему либо придется зажаться в полную оборону, либо пытаться пройти в ноги. Так что, очевидно, Ромеро, скорее всего, попытается уйти в сторону, как сделали бы большинство. Так что Уитакер продолжает давить вперед. При этом Уитакер очень здорово давит оппонента в зону удушья. И вот, что я называю зону удушья. Если ты лимитируешь пространство оппонента между собой и клеткой, ты можешь загнать их в зону гарантированно успешной атаки. Так что давай, продолжаем смотреть этот момент, и видим, что Ромеро выбирает сторону. Уитакер также форсирует этот выбор шлепком с левой руки. Сдвигает Ромеро с центральной линии и встречает его хэткиком. Здорово. Лучший пример этого маневра мы видим в поединке с Жакаре, он отлично это там использовал. Но он часто бьет этот хэткик, но особо не разворачивает таз, что позволяет ему быстро вернуться на позицию. Дальше. Бой с Жакаре. Смотри, он бьет ему тип в корпус. Жакаре видит этот тип, он парирует его и контратакует правой рукой. И я думаю, что это было частью его плана. Спарировал, закрылся удар справа. Отличная работа от Жакаре, он явно проделал домашнюю работу при подготовке. Но затем во второй раз, Уитекер все так же давит его к клетке, и Жакаре ожидает тип в корпус. Он заходит по прямой и бум пробивает хэткик. Так? Он отлично маскирует этот удар. Мы, кстати, на повторе увидим, как Жакаре смотрит на его действия и ожидает совершенно другой техники, но ловит хэткик. Вот, давай-ка остановим. Вот, мы видим, как передняя рука Жакаре что-то парирует. Либо удар с правой руки, либо тип в корпус, но она что-то парирует. Но точно не хайкик, потому что мишень для хайкика открыта. И вот зона удушья, о которой я говорил. Так что, что мы видим здесь от Уитекера? Он задавил Жакаре к клетке. Следовательно, пространство между бедром Уитекера и клеткой сейчас очень ограничено. Возможно, оно даже меньше, чем длина его ноги. Поэтому, если он вложится в удар, он по-любому куда-то попадет. При этом даже неважно, куда именно. И он попадает в голову. И, да, возможно, хэткиком муэйтай он бы нокаутировал соузу, но им он также мог и промазать. В этом главная разница. Этим ударом он попадает, как и удар орла от Хабиба. Мы не можем называть эти удары неправильными, потому что они работают. Это качественная техника, потому что она очень эффективно работает. И Роберт нашел отличный способ маскировать за фронт-киком хай-кик, и он делает это потрясающе. И плюс это комбинируется с его левым хуком. Дэн, тормозни, быстренько прервемся. И скоро к вам вернемся. С возвращением в Итсайд и Октаган мы говорим про мейн-эвент UFC 234. Дэн, перед перерывом ты говорил про левый хук Роберта Уитакера. К чему это было, сэр? Окей. Так, давайте сразу тогда к делу, потому что мы увидим это в полной красе против Брэда Тавареса. Мы уже говорили о том, что он стоит достаточно развернуто, что позволяет ему бить типы и хай-кики с одним и тем же сетапом, а также он может пробивать левый хук сразу после фронт-кика. И традиционно это сделать очень тяжело, потому что ты заряжаешься, и когда ты приземляешься, тут скорее пойдет правый хук в комбинации. Но хлестнуть ногой и затем вернуться с левым хуком – это тяжело. И еще один любопытный момент я отметил, когда наблюдал за тем, как бьет Роберт Уитакер – это положение его кулака. И в этом тоже есть преимущество для левого хука, особенно когда он бьется против левши. Я был удивлен, что он не так часто бил левый хук в поединке против Ромеро, но это, наверное, потому что Ромеро мог пройти ему в ноги, и поэтому он остерегался. Но смотри, вот левый хук, и костяшки смотрят вниз. Костяшки смотрят вниз, локоть наверх. Так? Видишь? Поэтому представь, что я Келвин Гастеллум, который пытается играться с дистанцией. Моя рука на месте, и обычный левый хук пришелся бы мне прямо по плечу. Но хук Роберта Уитакера прилетит мне прямо в челюсть, сверху, потому что он сам немного наклоняется и бьет хук поверх плеча, что здорово работает. Поэтому здесь он поймал Брэда Тавареза, несмотря на то, что у того руки были подняты, и снова он ловит его дважды. Здесь даже лучше будет видно, как он загружает все свое тело на этот удар. Давай посмотрим. Только глянь на это. Бум. И тренер по боксу такую технику бы точно не поставил тебе, верно? Нет. Но это здорово работает. Несомненно, несомненно. Это что-то среднее между прямым ударом и левым хуком. Просто для левого хука нужен полноценный разворот, скручивание на передней ноге. А у него нога все так же смотрит на оппонента, он особо не закручивает свои бедра. Так что здесь плюсы в том, что он может как вложиться, так и идти вперед с этим ударом, совместить его с фронткиком, и дальше, если он уронил оппонента, он может налететь на него. И смотри, как он выставляет свои бедра. Я, кстати, это только вчера заметил, когда смотрел бой. То, как он двигается здесь вперед, очень-очень умно. Потому что хоть Таварес и пробит, он по-прежнему в сознании. Он смотрит на Уитакера, хочет перевернуть его, но Уитакер встречает его бедрами вперед. У него бедра всегда развернуты, поэтому у Ромеро особо не мог его повалить. Потому что практически все, что он делает, завязано на его развернутых бедрах. Также в качестве контратаки он очень здорово ведет этим левым хуком, и не менее здорово способен контратаковать этим ударом. Бывают ситуации, когда он отступает, 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 и тут из ниоткуда бум, он ловит своего оппонента. Это будто самонаводящаяся ракета. Я не знаю, в чем дело, левый хук всегда был моим любимым ударом, но я обнаружил, что когда люди действительно умеют его бить, они выбрасывают его чуть ли не бессознательно. Знаешь, как говорил Брюс Ли, в драке я не думаю об ударах, они вылетают сами. И почему-то часто первым вылетает левый хук. Роберт Уитакер отличный пример этого. Когда кто-то несется на него, находит возможность, и бум, ловит оппонентов, встречает их этим ударом. Шакира ведь говорил, что бедра не врут. В точку. Мне кажется, в этом есть доля правды. Окей, с ударкой разобрались, но также есть грэплинг, не исключено, что мы увидим его в этом поединке, и обоим бойцам также есть что показать. Но это же смешанное боевое единоборство, поэтому единоборство придется смешивать. Посмотри здесь на разницу в габаритах. Я думаю, что одна из причин, по которой Гастулум попытается пройти в ноги, если это, конечно, произойдет, заключается именно в этом. Смотри. Это чемпион Америки по борьбе. Двумя руками вцепился в одну руку Гастулума, при этом у него также черный пояс по джиу-джитсу от Метасеры, и Гастулум все равно встал. Это показывает мне, что его силы хватает в среднем весе. Так что, если он может сам форсировать эти размены в борьбе, или если, например, Уитакер несется на него с ударами, и он меняет уровень, и, возможно, тейкдаун не пройдет, но он заставит Уитакера думать о том, что потенциально нужно остерегаться тейкдаунов. И только глянь на эти борцовские инстинкты. Кстати, я думаю, что это вторая причина, по которой Гастулум может перевести бой на землю, если увидит для этого возможность. Большинство людей, когда ты на спине у оппонента пытаешься его задушить, что ты делаешь? Сначала закрепляешь свою позицию, затем ищешь болевой. Тренер всегда говорит, сначала позиция, потом болевой. В ММА с этим особо не считаются, к сожалению, для всех тренеров по джиу-джитсу. И я объясню, почему. Келвин Гастулум заберет шею, как только она откроется, а ноги уже заправит потом. И то это для галочки, они особо-то ему и не нужны. Мне сейчас придется все свои заметки переписывать. Прости, Джон. Вот, он начинает бить Олембергера, чтобы тот раскрылся. Пара хороших ударов, Олембергер закрывается, но очевидно, что первым делом здесь он ждет, что Гастулум будет заправлять ноги. Именно поэтому он сидит в этой позиции. Если бы Гастулум пытался заправить здесь ноги, я гарантирую, что Олембергер бы заблокировал это своим коленом. Но на что Олембергер не обращает внимания, так это на руки Келвина Гастулума. Здесь он пытается закрываться, поднимает свою голову, смотрит на угловых, возможно, я не знаю. Здесь он допускает техническую ошибку, и в этой ситуации большинство бойцов пыталось бы заправить ноги, но Гастулум этого не делает. Смотри. Запрыгивает, забирает шею, ноги заправляет во вторую очередь. Эта рука уже полностью обхватила шею, еще перед тем, как он заправил ногу. Смотри. Прямо под челюстью. Руки врозь, он здесь вообще не защищается, он будто сидит и типа, что происходит? Рука на шее, дергает его, затем заправляет ноги. Потрясающая работа, и причина, по которой я добавил этот клип, и считаю, что он важен, не в том, что я считаю, что Гастулум выйдет, пройдет ему в ноги, заберет спину, и попытается задушить. Я не исключаю этой возможности, но я лишь говорю, что, возможно, он попытается пройти в ноги пару раз, и Уитакер, возможно, защитится. Но начнется борьба, и Гастулум, возможно, поймает его на удар, Уитакер будет потрясен, или, возможно, Гастулум сможет забрать спину, и прежде чем заправлять хуки, он захватит его шею. Если, тем более, ты до этого уже был потрясен, этой левой рукой тебя пошатывает, ты не понимаешь, что происходит вокруг, когда у тебя заберут шею, и ты постучишь, даже не поняв, что произошло. Так что именно агрессия в этом удушающем может создать проблемы Уитакеру, если он до этого пропустит удар. Да, но тут также стоит отметить, что по защите от тейкдаунов Уитакер в топ-3 средней весовой. Этого парня очень тяжело положить на настил. Его защита от тейкдаунов просто потрясающая. Я бы хотел увидеть эти клипы на начальных этапах своей карьеры, чтобы знать, что делать. Понимаешь, даже с двумя андерхуками Ромеро не смог побороть его здесь. Два андерхука и сцепленные руки. Глубокий проход. Упал, тут же отскочил и встал. Отличный визор. Вот еще лучше пример. Смотри, Ромеро полностью обхватил его сзади. Даже Майкл Биспинг, который сидит с Дэном Уайтом, говорит ему, блин, это потрясающе, впечатляет. Он просто отказывается принимать тот факт, что его побороли. Алда невероятно хорош в этом. И также его баланс. Отличное равновесие. Он очень атлетичен. Он бьет, когда его пытается побороть, и он стоит на одной ноге. Обо всем этом Келвину Гастеллу необходимо беспокоиться, когда он будет в клинче. Особенно, если он пойдет в этот клинч, потому что начнет проигрывать в стойке. Потому что так у него не будет выбора. Нужно перевести бой на землю. Но учитывая все это, то, как успешно он защищался от борьбы Ромеро и Жакаре Соузе, действительно ли ему стоит беспокоиться о борьбе Келвина Гастеллума? Я не пытаюсь принизить его навыки, он в конце концов начинал с борьбы. Но если ты бьешься с Ромеро или с Жакаре, ты ожидаешь, что они пойдут в ноги. И ты к этому готовишься. И ты только что подтвердил причину, по которой я поставил этот клип в шоу. Тем, что ты сказал, будет ли он беспокоиться, что Гастеллум будет бороться. Скорее всего, нет. Возможно, тут и будет брешь в его броне. Возможно, он выйдет туда, ожидая, что «Эй, это же Гастеллум, мы просто будем зарубаться в стойке». Он любит это делать. А тут Гастеллум уже у его ног. И Уитекер думает про себя, «Блин, я не ожидал этого, я не готов к этому». Этот вопрос будет у него в голове на протяжении всего боя, а Гастеллум сможет этим воспользоваться, кинуть пару обманок и поймать его на тяжелую левую. Ох, блин, это потрясающий бой, потрясающие наборы навыков. Левша против правши, часто бьющий боец с базой в традиционных единоборствах, против тяжело бьющего левши с борцовской базой. И с Кингз ММА, да, и с Кингз ММА, он спаррингует 8 дней в неделю, пару раз в год спаррингует с гранатой, но благодаря этому у него такая хорошая реакция, и он так спокоен в поединке, особенно в разменах. Какой потрясающий бой, да еще и за золото, мы с нетерпением ждем его, так что спасибо, что смотрели этот выпуск. Пишите нам свои вопросы с хэштегом InsideTheOctagon во всех социальных сетях, мы вернемся к вам на следующем пей-пер-вью, так что наслаждайтесь боями, еще увидимся.